Поступил к нам пациент, как-то в больницу. Мужчина с черепно-мозговой травмой. Застопали его, конечно, а когда он пришел в сознание, начали выяснять, как так получилось, и услышали такую историю. Мужчина этот был дома, в постели с дамой, но не с женой, а жена неожиданно вернулась из командировки на день раньше. И он начал пытаться объяснить ей, что произошло на самом деле. Из его слов выходило, что он подъехал на вокзал встретить друга, но поезд опаздывал, а к его машине неожиданно подбежала женщина, слезно умоляя подбросить ее до военкомат. Потому что прямо сейчас ее сыночка оформляют в армию, а она договорилась с комендантом, что он отсрочит отправку за трехлитровую банку с медом. И поскольку женщина очень страдала и заливалась слезами, а поезд опаздывал надолго, он жалился и решил помочь дамочке. А потом по дороге машина сломалась, и пока он ее чинил, наступил вечер, и ехать в военкомат было поздно, а бедной женщине нужно было где-то ночевать, и он привез ее домой, чтобы рано утром отвезти к коменданту. Но дав ей чистое постельное белье и пустив в кровать, выходя в другую комнату, случайно разбил банку с медом. Часть его пролилась на ковер, и ему пришлось все отмывать. А поскольку делать это было трудно, он весь взмок и пошел принимать ванну. А пока он мылся, женщина вышла в туалет, увидела разбитую банку и стала истерично рыдать. Он выскочил в чем есть, то есть без ничего, и чтобы привести ее в чувство, попросил вернуться в кровать и выпить успокоительное. Но, не контролирующе, себя женщина схватилась за его шею и упала в кровать вместе с ним. И в этот момент зашла жена, дослушивая его быстрые объяснения, только до этой фразы, а дальше мужчина ничего не понял, потому что, по его словам, жена почему-то решила ударить меня по голове, стоявшей на тумбочке вазой.